приветствую друзья как меня слышно видно дайте обратную связь я жду от вас плюсиков в чате и мы начинаем сегодня наш семинар отлично итак сегодня семинар у нас называется изучаем microsoft powerpoint кто изучает кто знакомится сегодня мы может быть не вплотную но поверхностно узнаем что это за программа для чего она нам нужна и что в ней можно сделать итак в microsoft powerpoint как вы уже наверно столкнулись знаете мы делаем свои открытки поздравления какие-либо партнеров с прохождением того или иного шага достижения присоединения в нашу команду новая ступенька лестница успеха то есть можно сделать открытки как в google диске в презентации так и в microsoft powerpoint мне больше нравится функционал у него побольше все таки большее количество шрифтов более удобные для по функционалу поэтому сегодня мы будем именно его разбирать ну и конечно же вы все планируете расти в нашем проекте добиваться новых успехов новых званий и уровней и конечно же вам уже в скором времени предстоит самим создавать презентации готовить слайды проведем проводить презентации с командами планерки все различные семинары как раз вы будете готовить слайды слайды в этой программе microsoft powerpoint те же самые подведения итогов ежекаталожные все то все мы делаем microsoft powerpoint итак сегодня у нас слайдов не будет сегодня мы будем работать с показом экрана для этого я сейчас включаю показ экрана демонстрацию начинаю сейчас настрою область чтобы видеть ваш чат а вы пока напишите в чате кто уже знаком с microsoft powerpoint кто работает использует его своей деятельности с рефлейм сейчас посмотрим для кого это второй ролик будет для кого это семинар будет новым а для кого просто как закрепление материала так александр петрик незнаком гагарина светлана плохо знакомы сегодня вы поподробнее узнаете итак видите видите мой экран рекомендую закрыть сверху справа где надпись пользователя есть два человечка нажимаете на них и у вас сдвинется панель пользователей которые у нас сейчас в комнате находится для того чтобы увеличить зону просмотра итак вы видите мой экран сейчас я переключаюсь допустим вот покажу презентацию которую делаю презентация microsoft powerpoint так хорошо видно всем допустим вот презентация microsoft powerpoint здесь я делаю поздравления новичков с прохождением новых шагов очередных шагов стартовой программы с достижением каких-либо результатов с днем рождения и так далее михаила вам не видно или не пользуется не понял ваш минус напишите пожалуйста итак как вы видите здесь много отдельных элементов текст здесь отдельный верхний текст отдельный фон отдельный тоже можно таскать не идти экрана а остальные видят света так остальные видят михаил попробуйте перезайти в комнату заново выйти и зайти светлана кома программа microsoft powerpoint идет в составе офисных программы если у тебя на компьютере установлен word excel то смотри обычно можно найти в меню пуск программы microsoft и там microsoft офис и уже там powerpoint если же powerpoint нет то ко мне в скайпе обращайтесь я вам скину у меня есть разные версии бесплатные без каких-либо скачивания из интернета без рекламы и так далее так оле и горин кто же экрана не видно да сейчас почему-то друзья я заметил экран у нас прекратил показываться до этого был так вот наш презентация еще раз показываю что здесь состоит наша картинка из отдельных элементов текст отдельно фотография отдельно логотипы отдельно все все у нас перемещается как конструктор мы можем здесь с вами выбирать что добавить что убрать так теперь есть картинка хорошо и давайте теперь начнем самого начала допустим мы хотим сделать с вами открытку поздравительную что нам для этого нужно открываем новый слайд здесь по умолчанию будут заголовок текст можем не удалять вот эти поля они у нас так и осталось но то они у нас не будут потом видны для этого для того чтобы и в зависимости от того какая у нас будет открытка необходимо выбрать фон если у нас будет презентация нашего интернет проекта или планерка то фон везде на всех слайдах должен быть одинаковый если мы делаем открытку то опять в зависимости от дня рождения или же достижения новых результатов стартовой программы мы выбираем фон допустим мы сейчас с вами захотим сделать фон цветы поэтому открываем браузер в поисковике вбиваем цветы просто цветы и выбираем в гугле вот здесь вот у нас есть сверху картинки выбираем картинки и теперь ищем подходящий нам букет цветов допустим вот такой вот смотрели все устраивает нажимаем правой кнопкой под нашему букету по картинке выбираем копировать картинку копируем картинку чтобы нигде ее не сохранять дополнительных действий никаких не совершать переходим возвращаемся к презентации и теперь или правой кнопкой вставить так здесь нет легче всего control v нажать будет у нас вставка нажали control v на клавиатуре и теперь у нас появилась картинка с цветами растянули до какого необходимого вам размера здесь вот когда вы вставили у вас по краям будут точки потянув за данные точки вы можете растянуть вашу картинку как пропорционально так и не пропорционально ну естественно не пропорционально растягивать некрасиво будет так друзья я видео отключу чтобы вы смотрели только на экран чтобы не отвлекало никого и так возвращаемся к нашей презентации вот мы с вами увеличили ее можно даже так вот можно обрезать картинку на путем нажатия быстро два щелчка на картинку нажимаем у нас сверху новое меню открывается и есть кнопка обрезка нажимаем на обрезку и мы можем обрезать нашу картинку допустим вот так вот сейчас для примера все вот вы видите у нас картинка меньше стало control z нажимаю и возвращаемся к обратному виду к обычному теперь нам необходимо вставить надпись что поздравляем с днем рождения как вариант мы можем сами написать ее здесь в powerpoint выбираем вставка текст и здесь выбираем красивый текст какой-нибудь word art или обычную надпись но лучше всего красивый надпись здесь выбираем стиль которым мы хотим написать допустим вот с зеркальным отображением у нас сразу появляется пример и пишем поздравляем с днем рождения написали теперь мы можем изменить как цвет так и выделения здесь вот в настройках цвета можем поиграть с цветом то есть выбрать какой вам больше всего подходит контур букв тоже выбрать то есть цвет середины контура и так далее мы можем еще поискать также надпись поздравляю с днем рождения в интернете без фона для этого возвращаемся снова с вами в наш браузер вбиваем в поиски с днем рождения и добавляем чтобы нам найти картинку без фона добавляем три буквы png это у нас сокращение идет картинок которые не имеют фона такое вот у них расширение поэтому нам сейчас откроется список надписей с днем рождения без фона допустим вот такая вот надпись у нас без фона что это такое сейчас увидим так вот открылась у нас картинка с днем рождения если вы видите на заднем плане то есть фон основа такие вот квадратики не пугайтесь в картинке когда вы будете ее вставлять в свою презентацию их не будет будет пустое место аналогично правой кнопкой нажимаем выбираем копировать картинку и возвращаемся к нашей презентации и также control v нажимаем и нажимаем вставить вот у нас слишком большая большая картинка получилась поэтому мы ее немного уменьшим так уменьшили перетащили увеличили масштаб и теперь видите вот что означало у нас без фона то есть вот они слова есть фон сзади видно ничего не перекрывает если мы не добавим это png сокращение давайте посмотрим что у нас получится с днем рождения соответственно у нас всякие картинки но никак не фраза с днем рождения также например можно вот отлично сегодня значит что то новое узнали также из ранних примеров мы можем увидеть картинка арифлейм вот этот эта картинка она без фона логотип арифлейм вот этот логотип карьера онлайн также могу всем скинуть для того чтобы вы его вставляли в свои открытки тоже без фона можно сделать полупрозрачный с тенью без тени все здесь можно это разобраться также надпись ту же самую арифлейм если вы возьмете с фоном то у нее здесь будет все белое допустим или другого цвета без фона добавив английские три буквы png мы можем найти вот такие вот картинки итак что мы еще здесь можем сделать допустим надписи написать что мы желаем вернулись к нашему слайду поздравляем с днем рождения убираем удаляем с днем рождения здесь большими и здесь снизу мы сделаем какое-нибудь поздравление пожелание также нажимаем вставка красивым текстом выбираем текст word art если мы просто надпись сделаем выделяете поле в котором хотите написать и пишем сейчас шрифт увеличу чтобы вам было видно то есть просто обычный текст поменять можем только цвет цвет шрифт размер наклон жирность подчеркивание и так далее но мы с вами сделаем красивый как уже начали делать нажимаем вставка текст word art и выбираем что-нибудь такого плана пишем желаем счастья здоровья и успешной карьеры написали теперь нам нужно это все уместить красиво на экране поэтому в нужных местах нажимаем enter переносим строку также можем сделать по центру или с одной стороны форматирование сдвинуть также цвет здесь можно изменить для этого опять все выделяем возвращаемся в формат здесь сверху у нас есть вкладки и меняем цвет допустим на красный красный здесь сливается выбираем другое но сейчас для примера просто для примера так друзья сделали открытку теперь как ее нам куда я убежал теперь ее нам необходимо сохранить сохранить также можно двумя способами обычный здесь нажимаем файл сохранить как выбираем место где сохраняем и здесь снизу где расширение у нас презентация powerpoint по умолчанию мы можем выбрать рисунок в формате jpeg нажимаем сохранить какие слайды вы хотите экспортировать все слайды которые у нас в презентации есть или только этот мы сейчас выбираем этот предыдущий я уже все сделал нажимаем этот все он у нас сохранился отлично итак смотрим что у нас получилось с вами сейчас найдем я не посмотрел только куда сохранял получилась вот такая вот у нас картинка у вас она съехала чуть-чуть сейчас я под экран подгоню вот получилась картинка такая немного она у нас не на весь экран из-за того что мы не задействовали полностью всю площадь слайда то есть вот эта вот эта у нас правая часть у нас была не задействована и чтобы она не отображалась у нас на картинке здесь мы можем сохранить другим способом возвращаемся в нашу презентацию у всех на компьютере есть программа стандартная программа windows с ножницы открываем ножницы ножницами я думаю вы умеете пользоваться копируем выделенную нужную нам зону и все и сохраняем уже именно такую вот картинку днем рождения желаем счастья успешной карьеры и так далее не сохраняем и так друзья по созданию слайдов все понятно было сейчас я вернусь к вам и вот можем посмотреть также по шагам я делаю нашим партнерам здесь поздравления можно добавлять здесь также вставка выбираем где здесь рисунки выбираем рисунок какой-нибудь у вас с компьютера добавляем фотографию выбираем фигуры огромный выбор фигур имеется допустим надписи какие-нибудь чтобы у вас были на однотонном поле однородном или градиент вот как здесь допустим вот это вот поле надпись на поле чтобы было видно тоже выбираем фигуры прямоугольник овал прямоугольник с закругленными концами квадрат можно сделать также выбрать цвет любой и на нем уже что-то писать да почти то же самое как и в гугле но здесь больше возможностей здесь больше вариантов допустим для изменения и выбора текста для изменения шрифта для всевозможных эффектов как наложение свечения текста так и искажение текста допустим можно текст написать лавы там такой вот кривой сделать преобразовать его в круг ну здесь слишком много текста у нас волной то есть в гугле поменьше функционал возвращаемся к обычному также преобразовать можно повернуть то есть все на вашу фантазию любые варианты аналогично делаем презентацию для слайды для презентации интернет проекта все будете спикерами все будете участвовать в подготовке планерок как одни так и со своими лидерами даже планерки которые вы уже проводили будете проводить те четыре пять слайдов представиться о себе указать какими инструментами вы работаете какой то продукт свой о каком то продукте рассказать то есть даже те пять слайдов вы уже сами самостоятельно можете сделать без помощи вашего спонсора так друзья о чем еще рассказать вам в powerpoint в принципе здесь огромное количество возможностей но для начала вам сейчас вот достаточно вот это вот этих моментов которые мы с вами разобрали важно мы научились с вами использовать картинки с интернета как их быстро брать не сохраняя к себе на компьютер просто правой кнопкой нажимаем на картинку выбираем копировать как найти картинки без фона чтобы у нас был слайд наиболее интересным допустим вот как здесь Ariflame у нас без фона и можно картинку на картинку накладывать без всяких искажений так Галина чем что обновлять чем пользоваться microsoft powerpoint и не забывайте если хотите картинки без фона добавляйте в поисковике английские п п п п г г г г г г Галина л 2007 офис, кому как удобен. У меня 2013 стоит, до этого стоял 2007. Функционал практически тот же самый, просто здесь будет отличаться только визуально. Всякие меню, панели будут отличаться, а так функционал практически тот же самый. В зависимости от мощности вашего компьютера, достаточно и 7 вполне. Так, Максим Павлов, 2003. Опять же, в 2003 можно работать, но уже такого функционала не будет. Если позволяет компьютер установить более поздние версии, можно установить. Начиная с 2003 по 2013, у меня все имеются, чтобы вы не искали в интернете, потому что огромное количество в интернете и вирусов, и платной какой-либо рекламы. Скачай, потом отправь смс, чтобы получить доступ. Чтобы на это не нарваться, можете обратиться ко мне в скайпе. Я вам скину в скайпе все установочники и расскажу, как правильно ими воспользоваться. Так, как делать изменение движения картинок, как в гугле? Александр, то же самое. Мы будем искать картинку не статическую, то есть не которая у нас просто картинка, а анимированную картинку. Для этого нам необходимо в поисковике вбить, допустим, с днем рождения, будем искать картинку, вбить три буквы. GIF или GIF анимация или просто GIF. GIF означает анимированная картинка. Ну, допустим, без разницы какая. Вот здесь в данном случае анимированная то, что переливается светом рамка и сверху с днем. Выберем другую. Здесь тоже вот видим анимацию. Блестит все. Здесь тоже блестит. Есть какие-нибудь движущиеся картинки. Здесь у нас ничего. А, вот тоже снежок. У зайцев глаза и уши шевелятся. Также можно использовать такие картинки. Также копируем картинку аналогично. Возвращаемся к презентации. Вставляем ее. На презентации у нас она двигаться не будет. То есть, точнее, здесь в картинке, пока мы готовим слайд, она двигаться не будет. Она двигаться у нас будет только в показе, в демонстрации самой презентации. То есть, когда вы выбираете показ слайдов и начинаете показ слайдов в полноэкранном режиме, когда вы уже, допустим, рассказываете о презентации, то у вас анимация будет включена. Аналогично можно какие-нибудь звездочки выбрать. Звездочка мерцающая. Звезда GIF. Допустим, каким-нибудь... Вот такая вот. Она у нас еще и без фона. Копируем ее. Вставляем. И давайте покажу, как она у нас будет блестеть, когда... Нажимаем показ экрана. Сейчас вместо того слайда, с последнего сделаем. Найти теперь. Показ слайдов с текущего слайда. Вот вы видите, показ слайдов сейчас идет. И при показе слайдов данная анимация, анимационная картинка у нас переливается светом. Там сияет вся. Все видели? Хорошо было видно. Так. Файлы mp3 вживлять можно. Александр, можно в презентацию вживить музыкальное сопровождение. Можно вживить сюда, присоединить видеофайлы. Но они будут у вас уже доступны в режиме, так же, как сейчас показывал, в режиме показа слайдов. То есть вы сможете их показать только проводя презентацию вживую. У нас в комнате, в вебинарной комнате, то, что вы вставите, допустим, анимированную какую-то картинку, музыку или видео в презентацию, этого видно ничего не будет. Поэтому, если вы проводите презентацию вживую и готовы среди презентации, допустим, вы говорите о возможностях компании Reflame и раз поставили ролик о том, как начисляется доход. Допустим, Лилии Донсковой, как она получает зарплату в течение года. Дальше ролик закончился. У вас следом продолжается, начинаются слайды, то есть продолжается ваша презентация. Также нужно для вас время включать музыку в качестве музыкального сопровождения ваших слайдов и так далее. То есть данные функции уже нам нужны будут только для живой демонстрации презентации. Копировать и вставлять картинку, Галина. Ну вот я сейчас как раз так и показывал. Мы открываем с вами браузер, выбираем нужную нам картинку, не сохраняем ее на компьютер. Если вы данной картинкой планируете один-два раза воспользоваться, то есть постоянно не пользоваться, то ее можно не сохранять. Поэтому копируем просто и уже в презентации вставляем. Если вы планируете за данной картинкой пользоваться постоянно, то лучше ее сохранить где-то у себя на компьютере, чтобы в дальнейшем не лазить в интернете ее и не искать, а просто открыть свою папку и оттуда взять эту картинку. Так, для создания видеороликов и музыкальных открыток. Да, Александр, все можно это использовать. Также по поводу видеороликов и музыкальных открыток мы, используя программу Camtasia, можем уже в Camtasia наложить просто звук или добавить какой-то видеоряд. Так, запись делал данного семинара, поэтому для кого что осталось непонятным, задавайте сейчас вопросы, можете посмотреть в записи еще раз, пересмотреть, как все это делается. Также здесь выше, например, уже есть наброски каких-либо картинок, фотографий. Поздравлений, с днем рождения, с новыми званиями. То есть смотрите, допустим, вы открыли в браузере, в поисковике букеты или цветы вбили, смотрите, понравившиеся картинки находите и сразу же их можете в презентацию накидать штук 5-7, чтобы в дальнейшем не искать, и у вас готовые были, допустим, уже шаблоны для поздравлений. Осталось только вбить туда текст, с чем вы будете поздравлять, и вставить фотографию. Опять же, фотографию вы, допустим, вставляете. Вот мы вставили фотографию. Можно края закруглить, чуть затемнить и всевозможное. Также два раза на фотографию нажимаем, у нас открывается здесь новое меню сверху, и вот посередине у нас предлагает выбрать, какие рамки сделать для фотографии. Тень, повороты. Все здесь можно выбрать. Так, друзья, вопросы, какие еще у вас возникли по данному семинару, полезному нам, как будущим лидерам, как активным менеджерам, которые планируют поздравлять свою команду, планируют проводить совместные мероприятия в вебинарной комнате. Так, отлично. Как вариант, в скайп-чатах можем делиться также новыми открытиями для вас в Microsoft PowerPoint. Что нового узнали, что нового применили. Я уверен, всем будет полезно. Отлично. Спасибо большое за то, что пришли на данный семинар. Спасибо за обратную связь. Надеюсь, данные знания, которые вы сегодня почерпнули, узнали, вам пригодятся. Всем успешного дня. Успехов. Больших результатов. Вечером, как обычно, подводим итоги дня. Давайте покажем сегодня пятницу, как суперрезультативный день. У нас еще половина дня для того, чтобы нагнать все свои планы. Кто уже выполнил планы, значит перегнать. Спасибо большое еще раз. Всем пока.